18 октября Копейское общество слепых отметило свое 70-летие. В честь юбилея члены организации устроили праздничный концерт в Дворце Творчества День Молодежи. Поздравить членов общества слепых с праздником пришли их друзья и социальные помощники. Гости дарили юбилярам памятные грамоты, медали и кубки, а взамен получали благодарственные письма. Надо сказать, что общество инвалидов по зрению – это очень активная, очень позитивная, очень инициативная организация. Это наш самый главный помощник, который нас двигает, тормошит и постоянно нам предлагает все новое и интересное. И очень много опыта, который они наработали у себя в своей организации, используется на территории Челябинской области и даже на территории России. Члены общества слепых никогда не сидят на месте. Представители организации ярко проявляют себя во всех сферах жизни. Они поют, выпускают газету, занимаются многими видами спорта. Свои таланты члены общества показывают на соревнованиях разного уровня – от городских до международных. В нынешнем году мы стали первой организацией из подобных наших первичных организаций в области, занявшей первое место по всем, так сказать, показателям. В частности, наш журнал «К свету» известный уже, стал лауреатом международной премии «Золотое сердце». Наш Дмитрий Сметанин, спортсмен, выступает не только за сборную России по теннису для незрячих и слабовидящих. Буквально в этом месяце он выступал на международных состязаниях. И, надо сказать, очень успешно. Вести активную жизнь члены организации не прекращают ни на минуту. Так, уже 19 октября талантливые поэты из общества слепых поборются с литераторами из других городов области в традиционном конкурсе «Поэтические баталии». Елена Ивановна!